Более 150 крупных китайских компаний, около 250 представителей бизнес-сообщества нашей страны. Все они встретились сегодня на полях бизнес-форума, который проходит в Бишкеке. Мероприятие, напомним, проводится в рамках государственного визита лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня в нашу страну. Так, в ходе форума его участники обсудили вопросы укрепления и развития взаимоотношений между Кыргызстаном и Китаем. В основном, представители китайских компаний, а также бизнесмены нашей страны выступили со своими предложениями. Основным и, пожалуй, ключевым моментом сегодняшнего форума, конечно же, стало обмен документами. Своего рода официальное подтверждение тех соглашений, которых удалось достичь. Всего подписано около 25 меморандумов в различных сферах. Это и нефтепереработка, и увеличение товарооборота, и строительство. Общая сумма всех соглашений, которых удалось достичь, составляет 7 миллиардов долларов США. Проработка и подготовка этих документов проходила за последние 2-3 месяца. За последние 2-3 месяца совершались различные рабочие визиты, как из нашей страны или китайские компании приезжали, проявляли интерес, показывали инициативу. И по итогам различных переговоров мы сегодня получили эти меморандумы и соглашения. Один из меморандумов было создание металлургического комбината по переработке редкоземельных и драгоценных металлов. Это золото, медь, алюминий. Приоритетными направлениями для привлечения инвестиций со стороны китайских компаний в нашу страну является, конечно же, разработка месторождений полезных ископаемых, сельскохозяйственная отрасль и строительство. Потому одним из соглашений, которых удалось достичь, является строительство логистического центра и развитие сферы страхования. Один проект по строительству «Умный квартал» на 150 тысяч квадратных метров высотные 22-этажные дома будем строить. На 40 миллионов долларов соглашение подписали. Второй проект у нас по страхованию на 15 миллионов долларов, потому что очень важно страхование для нашего населения, как наш регион сейсмичный. Иногда бывает, часто бывает стихи небеды, для этого люди должны страховаться. И третий вопрос – логистика. На 280 миллионов долларов США подписали соглашение на строительство логистического центра. Сельскохозяйственная отрасль – не менее важная область сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. К слову, китайские предприниматели давно успели оценить качество товара, который поставляется из нашей страны. Потому на территории республики в ближайшее время планируется создать агропарк. Это поможет и увеличить количество рабочих мест, и привлечь еще больше инвестиций, и увеличить экспорт отечественного товара на территорию Китайской Народной Республики. Строительство агропромышленного парка – отличная идея. Это позволит еще больше расширить спектр товаров, которые отправляются на экспорт, увеличить их ассортимент. Наши компании заинтересованы в экспорте меда, мясных и молочных продуктов. Ценовая политика вашей страны позволяет осуществлять большой уровень поставок, но главное, что все это высокого качества. Сейчас у нас много планов. Мы бы хотели заниматься еще и закупкой кожи, чтобы отправлять ее в Китай и там изготавливать товар. Планируем осуществлять в вашей стране переработку пластиковых изделий. Помимо уже имеющихся сфер взаимодействия между нашими странами, одной и, пожалуй, главной задачей на сегодняшний день для всех участников форума, как они сами отмечают, является создание новых областей сотрудничества. Так, например, в ближайшее время планируется развить область машиностроения. Это означает, что на территории нашей страны будет создаваться автомобиль отечественного производства при участии китайских специалистов. Какая марка будет и как он будет называться, пока никто не уточняет. Однако, по предварительной информации известно, что уже в течение этого года первый крыгоско-китайский автомобиль может появиться. Сабина Дамаскина, Орлан Кемельбеков, НТС.